Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Мы работаем для людей, которые выбирают качественный натуральный продукт. В канун профессионального праздника работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Беларуси коллектив Березовского мясоконсервного комбината делится секретами профессионального мастерства. По заслугам награды Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси, вручил юбилейные медали 110 годов профсоюзному руху Беларуси за многолетний труд, конструктивную позицию по развитию социального партнерства и большой личный вклад в социально-экономическое развитие области специалистам и руководителю открытого акционерного общества «Беловежский» Юрию Морозу. Не инфекционная эпидемия мира или все о сладкой болезни под названием сахарный диабет. На Брещене прошли мероприятия, приуроченные ко дню профилактики сахарного диабета. Новый статус государственного учреждения образования – средняя школа номер 20. В год 50-летнего юбилея школе присвоено почетное звание Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. В третье воскресенье ноября в Беларуси свой профессиональный праздник традиционно отмечают те, кто работает в сельском хозяйстве и на предприятиях, перерабатывающей промышленности. Для нашей области, как для страны в целом, этот праздник особенно значимый и важный. Ведь от того, насколько слаженно и результативно функционируют данные отрасли, зависит не только продовольственная безопасность, но и социально-экономическое развитие республики. В преддверии значимой даты наша съемочная группа побывала на предприятии, которое по праву занимает лидирующие позиции в агропромышленной переработке – Березовском мясоконсервном комбинате. О своих впечатлениях, а также о составляющих успеха промышленного гиганта расскажет наш корреспондент Анастасия Остробко. Первое, на что обращаешь внимание, переступив порог любого из цехов Березовского мясоконсервного комбината – это размах. Просторные производственные помещения, широкие и длинные коридоры. Наследство эпохи, когда заводы строились с расчетом на всю большую страну советов. Можно только догадываться, насколько сложным оказалось сохранить такого гиганта после раскола одного геополитического объединения на 15 независимых. Однако предприятие выстояло и сегодня демонстрирует поступательное движение вверх. Не все и не всегда получается одномоментно, но руки здесь опускать не привыкли ни руководство, ни сотрудники. Что из этого получается, могут и оценивают по достоинству как обычные потребители, так и эксперты отрасли. На любых конкурсах, дегустациях, которые заявляется наша продукция, мы всегда получаем награды высшей пробы – золотые и серебряные медали. Очень много мы получаем всегда наград. Это на выставке «Продэкспо» в Москве, которая традиционно проходит в феврале. Очень много лучшей продукции года нас награждают. И также у нас есть конкурс в Белоруссии. Это гарантия успехов современных товаров, ГУСТ. Вот мы там регулярно свою продукцию показываем. Серьезнейшее экспертное жюри, которое состоит из работников госстандарта, Минздрава, Института мясной и молочной промышленности и других таких серьезных организаций, высоко оценивает качество наших продуктов. В 2014 году наше предприятие стало лауреатом премии правительства в области качества, чем мы очень гордимся. Второй аспект, который определенным образом связан с предыдущим, это большая сырьевая зона. Две трети сельхозобъектов области, которые занимаются мясопроизводством, являются поставщиками Березовского комбината. И такой объем кажется слишком большим до тех пор, пока не узнаешь, сколько видов мясной продукции производят предприятия и в каком количестве. Только колбасных изделий здесь изготавливают около 100 разновидностей, копченостей – около 50. Часть продукции реализуется на территории Белоруссии, немалая доля уходит на экспорт. Основной потребитель нашей продукции за пределами нашей страны – это же, конечно, Россия. Туда мы поставляем в огромных количествах наши консервы, туда мы поставляем мясо как на кости, так и блочное, бескостное мясо, и туда мы поставляем колбасные изделия. Кроме того, традиционный рынок – это, конечно, Москва, тут Питер, но мы стараемся искать новые. Последние выставки, ярмарки показали, что еще очень много есть места, куда мы можем отгружать свою продукцию. Еще один фактор, который нельзя оставить без внимания – человеческий, именно в мясной перерабатывающей промышленности. Большую часть работы по созданию настоящих деликатесов приходится делать вручную. Несмотря на то, что Березовский мясокомбинат – предприятие высокоавтоматизированное, здесь в настоящий момент трудится более тысячи человек. Средний возраст работника – 40 лет. Нередко комбинат становится первым и единственным местом работы. Как говорят члены дружного коллектива, от добра добра не ищут. Интерес и любовь к этой работе, она все-таки превыше всего. Но все-таки не работала бы я здесь так долго и так много. Если бы здесь было неинтересно, я не любила это производство и эти продукты. И этих людей самое главное. На предприятии всегда смотрят только вперед. Это четвертая немаловажная составляющая. О своих планах особенно не распространяются, словам предпочитают дела. Однако то, что замыслов и идей много, не отрицают. Воплощение их в жизнь, как правило, и желают друг другу в канун профессионального праздника. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех работников агропромышленного комплекса с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. И пожелать всем здоровья, хорошего настроения, долголетия, экономического и финансового благосостояния. Хотелось бы, чтобы продукция Березовского мясоконсервного комбината была на ваших столах как в празднике, так и в будни. Ведь жить нужно вкусно. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В продолжение темы. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса отметят в Беларуси в эти выходные. Для нашей страны этот праздник стоит в одном ряду с главными государственными датами, поскольку хлеборобы, аграрии, работники перерабатывающей промышленности являются в буквальном смысле кузнецами экономической безопасности Беларуси, обеспечивая продовольствием не только внутренней, но и внешней рынки. В преддверии праздника на предприятиях и в организациях проходят мероприятия чествования лучших из лучших. В гости на торжество открытого акционерного общества «Беловежский» прибыл и председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Как и положено в праздник, не с пустыми руками. Для аграриев одного из ведущих комплексов не только Брещины, но и страны в целом были подготовлены специальные подарки и большой праздничный концерт. О торжестве расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Сельское хозяйство – это производственная отрасль, появившаяся намного раньше бесчисленного количества современных отраслей. История помнит те времена, когда крестьянин не имел паспорта, но хорошо знал, чем отличаются между собой разные зерновые культуры и породы животных. Однако это было сотни лет назад. Сегодня сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность – мощный комплекс, в работе которого задействовано большое количество техники и людей, закладывающих экономический и производственный потенциал страны. Труд сельского хозяйства – это нелегкий сегодня труд, но это сегодня достойный труд, и он стоит того, что сегодня наша страна полностью себя обеспечивает продовольствием. Сегодня наша страна гордится тем, что мы сегодня и сами выращиваем столько хлеба, сколько нам надо, мы сегодня и экспортируем хлеб. Труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности является сложным, важным и востребованным. Именно людям, благодаря деятельности которых на столах у белорусов есть и хлеб, и к хлебу, посвящен этот профессиональный праздник, отмечать который принято в лучших традициях, живущих и в большом трудовом коллективе открытого акционерного общества «Беловежский», который торжество встретил с застойными результатами. Несмотря на то, что год был нелегким, предприятие достигло довольно высоких показателей по многим видам деятельности. Заслуга в этом – большой дружной команды, возглавляет которую талантливый руководитель Юрий Мороз, удостоенный в торжественный день почетной медали от Белорусского профсоюзного движения. Для меня самое главное, что я сделал в жизни – это не только поселок, это производство. Я создал коллектив, коллектив людей, которые приехали с разных точек бывшего Советского Союза. Сегодня у нас работают в коллективе люди 17 национальностей. Они все дружны между собой, они друг к другу ходят в гости. Но мы кормим людей, мы все делаем, чтобы сегодня обеспечить прежде всего продовольственную безопасность. Поэтому вот это сложное, мы говорим, и год какой-то был сложный и так далее, но для нас он не такой уж был сложный. У нас все прошло, год мы заканчиваем хорошо. Поэтому люди довольны, чувствуют, что у них забота, что по настроению сегодняшнего сразу чувствуется коллектив какой. Здесь крепкая, дружная семья, семья, которая сегодня и работает, и отдыхает вместе. Вот именно возможность такая, которая сплотила людей и руководство, которое относится очень внимательно и к условиям труда, и к поощрению за труд. Оно дало такую возможность, чтобы все здесь чувствуют себя как одна дружная трудовая семья. Самые теплые слова в этот день звучали в адрес тружеников села, передовиков производства, тех, кто из года в год на протяжении многих лет добросовестно трудился, чтобы продукты, поступающие на прилавки наших магазинов и рынков, ничем не уступали импортным, чтобы нашу продовольственную продукцию узнавали далеко за пределами Беларуси. Однако для этих людей награды не главное. Их каждодневная работа приносит им уверенность в том, что завтра будет новый день. Я сама из сельской местности выросла в деревне. Я люблю такой труд. Я горжусь, что я продолжила работу своей мамы. Моя мама тоже была трудовая, яркая. Ну и мы, так как сама я с Украины, переехали на Белоруссию. Так сложилось 29 лет, 17 февраля будет. Ну, почти все время в передвиках. И вот уже третий год работаю главным соотехником-селекционером. Конечно, выбором своим довольна. Хорошо, рада, что попала в такой коллектив, что все сложилось, конечно, благодаря Юрию Дмитриевичу. И довольна, конечно, своей работой, перспективой, что достигла таких все-таки результатов. Во многом благодарна нашему генеральному директору. Я как бы себя нашел здесь. Нашел в сельском хозяйстве. Все удивляются, почему с города сюда. Ну, вот это мое, мне это нравится. Поэтому, как бы, очень многое зависит, как тебе помогут. Я, никто тут от меня не отвернулся. Где-то что-то я не понимал. Потому что отрасль нового, и я не сельский парень. Поэтому, как бы, вот, они вот молодцы. Они вот все подсказали. Вот, просто вот отношение к людям нормальное. Поэтому, я думаю, все у меня получится. Лучшие работники хозяйства были удостоены юбилейных медалей, 110 лет профсоюзному движению и ценных подарков – холодильников. Но на этом сюрпризы, подготовленные для представителей агропромышленного комплекса, не завершились. В этот вечер для них выступали лучшие исполнители и коллективы страны. В их числе заслуженный любительский в Беларуси ансамбль танца-ровесник Республиканского дворца культуры профсоюзов. Финалисты вокального конкурса «Новые голоса для любимой Беларуси», для которых это выступление уже 54-е. Праздник отгремел, практически завершился календарный и плановый год. Но это не повод расслабляться. Впереди время для новых рекордов. Информационная служба телекомпании «Бук-ТВ» поздравляет с профессиональным праздником всех тех, кто имеет отношение к сельскому хозяйству Беларуси. Богатство одних стран в нефти и газе, других – в зерне, молоке и мясе. Вы – творцы белорусского богатства, ведь на бетоне пшеницу не вырастить, с фонарного столба яблок не собрать. И какой бы научно-технический прогресс ни шагал по планете, без сельского хозяйства даже самому современному человеку никак не прожить. Спасибо вам, труженики земли, за ваш благородный тяжкий труд. Желаем вам радужных перспектив, высоких урожаев и всяческих успехов. Будьте здоровы, счастливы и любимы. Пусть удача улыбается вам всегда и во всем, а погода и природа помогают в вашей работе. С праздником! Каждый год 14 ноября мировая общественность отмечает Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Эта дата выбрана не случайно. Именно сегодня день рождения Фредерика Бантинга, канадского физиолога, открывшего гормон инсулин. Поводом для его создания послужил, увы, трагический случай – смерть друга, умершего от сахарного диабета. После чего Бантинг начал искать средства от страшного недуга. В итоге в 1922 году поиски увенчались успехом. Канадский ученый впервые спас жизнь молодого человека, сделав ему инъекцию инсулина. С тех пор сахарный диабет перестал быть смертельным. Какова сегодня эпидемиологическая ситуация в мире и Беларуси, и почему специалисты называют этот недуг неинфекционной эпидемией мира? Ответы на эти вопросы вы узнаете из сюжета Виктории Драгобецкой. 12-летней Александре Черевко поставили диагноз «сахарный диабет» 5 лет назад. По мнению врачей, причина в генетической наследственности, которая проявила себя после перенесенной Саши в вирусной инфекции. Несмотря на болезнь, девочка ведет активный образ жизни, посещает кружки, занимается творчеством и мечтает стать дизайнером. Сегодня она участник тематического мероприятия, которое подготовили для своих маленьких пациентов сотрудники первой детской городской поликлиники. Своеобразным входным билетом на акцию стали рисунки детей, на которых они изобразили свое видение болезни. Вопреки ожиданиям, все плакаты оказались цветными и жизнерадостными, в том числе и у нашей юной героини. Цветной рисунок очень яркий, жизнерадостный. Почему вот так? Ну, потому что яркий человек должен быть всегда, и диабет тебе не помеха в жизни. Ты должен продвигаться дальше и в духе своем, и близиться к цели своей. Саша, скажи, пожалуйста, ты следуешь этому рисунку в жизни? Ну да, я стараюсь этому двигаться вперед, с болезнью, чтобы она мне не мешала никогда. Очень часто дети, которые имеют этот генетическое предрасположение, заболевают после вирусных инфекций, каких-то стрессовых факторов. Очень много, и на 6-8% рост диабета в последние годы растет. На 1 января 2015 года более 1600 детей больных с сахарным диабетом. У нас по Бресту это цифра около 70 человек. Это детки, которые болеют с сахарным диабетом первого типа. Диабетом второго типа это где-то 2-3 ребенка. В этот день мы решили объединить наших детишек, провели конкурс рисунков. Для них будет выступать аниматор. То есть, ну, я считаю, что это сплочает детей. Они в очередной раз знакомятся, разговаривают, общаются родители, делятся своими и вопросами, и проблемами, и просто дружат. Сегодня в Беларуси на диспансерном учете состоит около 270 тысяч пациентов с сахарным диабетом. Среди них 41 тысяча больных зарегистрировано в Брестской области. Болезнь набирает обороты. Именно поэтому в нашей стране и городе акции по выявлению диабета накануне Всемирного дня профилактики уже стали традицией. К примеру, Галина Титова второй год приходит измерять давление, вес и уровень глюкозы в крови. 72-летняя женщина особо ни на что не жалуется, но считает, что не воспользоваться возможностью грамотной, а главное, быстрой диагностики попросту глупо. Хорошо, что такие акции. К врачу не заставишь в другой раз себя пойти. А здесь удобно, правда? А здесь очень удобно. Ведь двигаться надо в нашем возрасте. Вот двигаешься, думаю, по утрам я всегда. Почему бы не дойти сюда? И вот все объединить полезное с приятным. 350 миллионов человек в мире имеет диагноз «сахарный диабет». Эта внушительная цифра подзвучала в ходе пресс-конференции накануне Всемирного дня борьбы против диабета. Более того, по прогнозам Организации здравоохранения, к 2025 году это число возрастет до 550 миллионов. Учитывая этот факт и то, как быстро молодеет болезнь, за сахарным диабетом справедливо закрепилось название «неинфекционной эпидемии на земном шаре». В списке первых причин недуга – избыточный вес, малоподвижный образ жизни, только потом, так называемые поломки иммунной системы. Все это ведет к серьезным осложнениям. Он увеличивает количество инфарктов, инсультов в 4-6 раз. Вот эти макрососудистые осложнения, артериальные, интенсифицируются атеросклероз у пациентов, и вот эти макрососудистые осложнения появляются. В связи с этим проблемами возникают у пациентов осложнения, связанные со зрением, вплоть до слепоты, с хронической почечной болезнью, нарушением азотоводелительной функции почек, что ведет к почечной недостаточности и также проблемами с нижними конечностями, так называемая диабетическая стопа. Чем выше масса тела, тем выше риск развития сахарного диабета. То есть считается, что у 80% людей с ожирением, скорее всего, разовьется сахарный диабет второго типа. И это неправда, что с возрастом человек должен весить больше. Ничего подобного. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что человек всегда должен весить столько, сколько он должен весить. То есть должен иметь нормальный вес, индекс массы тела максимум до 26, и не более того. Просто с возрастом снижается основной обмен, а привычки питания остаются прежними. И человек начинает поправляться. Он говорит, вот, мне уже столько лет, я уже должен столько весить. Ничего подобного. Человек должен весить столько, сколько он должен весить. Кстати, сахарный диабет не обошел стороной и многих знаменитостей, среди которых английский писатель Герберт Уэллс и Эрнест Хемингуэй, Фаина Раневская, а также наши современники Михаил Боярский, Селестра Сталлоне и Шерон Стоун. А настоящий пример борьбы с недугом продемонстрировал пловец Гарри Халл, которому после оглашения диагноза врач посоветовал бросить плавание. Однако он продолжил тренировки и впоследствии завоевал золотую медаль и стал олимпийским чемпионом. Эта история еще раз доказывает, что жить с сахарным диабетом можно, и причем жить полноценно. Ведь не зря же все та же упрямая статистика показала, что мужчины-диабетики живут дольше, чем мужчины того же возраста, не страдающие таким недугом. Все потому, что они чаще ходят к доктору и внимательно следят за своим здоровьем. А это уже повод задуматься. Виктория Драгобецкая, Евгений Просналь, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Сейчас о других событиях. Свой юбилей на этой неделе отметило учреждение с большой историей, творческими планами и серьезными амбициями на будущее. Средней школе номер 20 – 50. Поздравить творческий коллектив с этой знаковой датой пришло огромное количество гостей, а потому цикл праздничных мероприятий растянулся не просто на целый день, а даже в каком-то смысле на целый учебный год. В гостях у юбиляров важный, ответственный и очень торжественный день побывала и наша съемочная группа. Смотрите материал Анастасии Назрин-Плотницкой. Торжественное, а потому не менее важное и ответственное событие положило начало всем праздничным мероприятиям в честь знакового юбилея. В 50-й день рождения на стене учреждения появилась мемориальная доска, а 20-я школа получила почетное звание имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. В церемонии приняли участие представители вертикали власти, педагогический коллектив и, конечно же, учащиеся. Теперь с обретением нового звания именно на них легли почетные, но очень ответственные обязанности. И пионерская дружина называлась имени Карбышева, и у них очень хороший музей, и есть наработки, и дети работают. Поэтому присвоение школе звания имени генерала Карбышева, Героя Советского Союза, это как логическое, наверное, такое завершение или точка определенного этапа. Для того, чтобы они двигались дальше, для того, чтобы более качественно они, наверное, проводили эту работу и вступили вот в такой союз школ, который называют школа имени Карбышева. К этому важному шагу коллектив учебного заведения шел не один десяток лет. Серьезным аргументом в пользу открытия мемориальной доски и обретения звания было существование на базе 20-й школы музея имени Дмитрия Карбышева. И пусть в нем нет большой коллекции личных вещей Героя Советского Союза, зато есть книга с автографом генерал-лейтенанта инженерных войск. Она была передана из личной коллекции в Дармузее, существующему в школьном кабинете истории. Здесь проходят уроки мужества, здесь работают ученики-экскурсоводы. На данный момент наша экскурсия посвящена жизни Дмитрия Михайловича в разные его периоды. Детство, жизни в Брест-Литовске, в военный период, научные его труды. Мы занимаемся еще, как уже было сказано на митинге, в кружке Брестоведения, вообще историей города Бреста. И у меня, конечно же, когда происходят такие торжественные мероприятия, сразу же в голове рождаются какие-то творческие планы, как мы будем соединять дальше пограничные классы, работу в Карбышевском музее. Ну, будем надеяться, что и получится. Но не только военный музей – заслуга педагогического и ученического коллектива. Самоотверженных энтузиастов здесь не счесть. Практически четыре десятилетия талантливая женщина, мудрый учитель и наставник Людмила Лычук отдала преподаванию в таком полюбившемся ей учебном заведении. Сначала как пионер-вожатая, а чуть позже как педагог. Любовь к истории родного края порядка десяти лет назад воплотилась в полноценный музей-кабинет белорусской культуры Спадшина. Огромная часть этого исторического богатства в свое время принадлежала маме Людмилы Григорьевны. Поэтому, где как не здесь, она вспоминает счастливые минуты детства и, вдохновившись теплыми воспоминаниями, проводит уроки родной мовы. Мне всегда приятно, когда спрашивают, чем можно похвастаться своей работой. То я горжусь тем, что мы смогли создать в нашей школе музей-музей Спадшина Белоруссии. И экспонаты этого музея – это работа наших учителей, наших учеников. Это экспонаты, которые дети привозили от своих бабушек. Ну и часть этих экспонатов – это экспонаты, которые я смогла забрать из своего дома. То есть то, что сохранилось от мамы. И сегодня они здесь присутствуют. Это как частица моего дома. На протяжении 50 лет средняя школа номер 20 имеет прописку на наименной улице. За долгие годы существования здесь поменялось многое. Но неизменным осталось главное – акцент на полноценное формирование личности, в воспитании которой учитываются многие составляющие – и образовательное, и эстетическое, и творческое, и спортивное. Теперь этому способствует и новый пограничный класс, открывший свои двери для учащихся. Сотрудничество Брестской пограничной группы и 20-й школы имеет солидный стаж. Школьники, педагогический коллектив и стражи границ дружат уже не один десяток лет. А потому и появление такого класса, конечно, обрадовало, но никого не удивило. Полезные и добрые начинания должны притворяться в жизнь и иметь продолжение. Намоленные стены, сплоченный коллектив. Дети, которые видят, как работают учители, откликаются и стараются учиться. Им это очень нравится. Так и дальше нести красивый высокий знамя 20-й школы, чтобы столетний юбилей школа встречалась с не меньшими успехами. Сердце этой школы – это Ирина Федоровна. Она всю душу из себя отдает ученикам, отдает педагогам. И это чувствуется во всем. В отношении к нашим детям. То, что ребенок приходит и говорит о том, что директор школы встречает всех на пороге школы и знает всех учеников по имени, ну, наверное, это о многом говорит. За долгие годы у учебного заведения появилось большое количество друзей, в их числе и брестский газоаппарат, в стенах которого прошло праздничное мероприятие. На сцене звучала музыка. Под бурные овации один за другим выходили лучшие из лучших. Талантливые педагоги, представители администрации школы, почетные ветераны учреждений образования. Все они стали прародителями большого количества талантливых выпускников, среди которых известные артисты, политики, музыканты. Для многих из них 20-е стало первым шагом на пути к профессиональному успеху. Для некоторых – дорогой по жизни. 14 педагогов – выпускники учреждения. Сегодня, оглядываясь назад, им вспоминается только лучшее. И неважно, какая жизненная дорога была выбрана. Главное – все они признательны педагогам за искренность и преданность выбранному делу. Во-первых, это очень приятный коллектив учителей, с которыми очень просто найти общий язык. Понимающие, доброжелательные. Во-вторых, приятная атмосфера. Много таких конкурсов, в которых легко принимать участие. Тем более, что наш класс вполне себе творческий коллектив. Пришла я в эту школу очень юной, еще молоденькой учительницей. Ну, а в течение времени, вы знаете, каждый находит свою профессию. И я считаю для себя вывод на сегодняшний день один, что я сделала правильный вывод, что пошла в педагогический вуз. И что большое счастье для меня, что я работаю в этой школе. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном, интересном и актуальном. Хорошая новость для тех брещан и гостей нашего города, которые являются поклонниками такого вида организации торговли, как ярмарки продажи. В областном центре с 13 по 22 ноября своих покупателей ждет выставка промышленных и продовольственных товаров «Кряк». Ее название, по словам организаторов, имеет двойное значение. С одной стороны, аббревиатура расшифровывается как крупнейшая республиканская ярмарка компаний, а с другой является отражением главного символа и посыла всего проекта. Предприятия участники крякнули, то есть серьезно снизили цену на свои товары. На торжественной церемонии открытия побывала и наша съемочная группа. Подробности в следующем материале выпуска. На торжественной церемонии открытия выставки, несмотря на будний день, многолюдно. Ярмарки продажи прещане жалуют. Говорят, что именно в рамках таких мероприятий велик шанс найти необходимый товар с оптимальным соотношением цены и качества. Организаторы открывшейся ярмарки уверяют, в своих ожиданиях жители и гости областного центра обмануты не будут. На одной площадке они собрали несколько десятков предприятий, которые готовы удовлетворить любой, даже самый взыскательный спрос. КРЯК – крупная республиканская ярмарка компаний – это национальный экономический проект. Он призван создать максимально комфортные условия для продвижения отечественных товаров на потребительских рынках Беларуси и России. В городе Бресте проходит уже девятое в республике масштабное торговое мероприятие. И мы приложили максимум усилий для того, чтобы предстоящая выставка ярмарка не разочаровала жителей города, была богата выбором товаров и чтобы цены при этом приятно радовали покупателей. В числе представленных на ярмарке товаров как промышленная, так и продовольственная продукция – одежда, постельное белье, украшения, обувь и кожгалантерея, а также сладости, медовый павильон и даже торговая точка с лечебными травами мирно уживаются на площадке Людового дворца и ждут своего покупателя. В данный момент на этой ярмарке представлены сборы при любых диагнозах, при любых патологиях. Естественно, нет одного сбора при одном заболевании. Желудочные сборы несколько видов, потому что бывает кислотность разная, разное поражение желудка. Печеночные сборы тоже у нас разные, сердечные разные. У нас сборы идут в данный момент, у меня ассортимент есть при любом заболевании, при любых заболеваниях, соответственно диагнозы, соответственно показания. Широкий спектр трикотажных изделий, скорее всего, привлечет на выставку представительниц прекрасной половины человечества. В большом ассортименте здесь представлены товары как берестейских, так и других белорусских швейных предприятий. Среди них, к примеру, известная не только в областном центре фирма «Эледи». Организация на рынке уже около 15 лет и за это время зарекомендовала себя как надежный помощник в деле создания стильного образа. Женщина – это есть женщина, она должна быть всегда красива, в любом наряде. И мы стараемся, чтобы она процветала, цвела, цвела, вот именно, одевала наше платье, была довольная нашей продукцией, что вот ей приятно быть в таком цвете, в таком, там какой-то элементик другой мы поставили, что вот ей нравится, что вот именно этот элемент есть. И она цветет, процветает. По отзывам тех, кто уже успел ознакомиться с ярмаркой, сюда стоит прийти, прицениться, посмотреть на качество и сделать почти гарантированно правильный выбор, который будет радовать глаз и не заставит полностью очистить кошелек. Увидела рекламу по телевидению и решила посетить эту выставку, присмотреть что-нибудь для себя на зимний период. Цены, цены привлекают меня, качество хорошее. Стараюсь себе купить, сыновьям что-нибудь выбрать. Я считаю, что дело все-таки в большом ассортименте в ценах. И цены низкие, сравнительно, есть чего выбрать. Так что мы как на пенсии, то нам это очень даже... Акцентируем. Выставка ярмарка «Кряк» в областном центре будет проходить до 22 ноября включительно. А потому у тех, кто пока не смог лично оценить преимущества торгового форума, но очень хочет это сделать, время еще есть. Во временном запасе больше недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режиссера прошел в компании председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука. Встретился польский гость из Брестской публика, и творческая встреча завершилась показом фильма «Потоп». Обо всем этом подробнее в сюжете Софии Бережной. Свой разговор с представителями Брестской стороны Ежи Хоффман начал с воспоминаний о нашем пограничном городе, границу которого, учаясь во ВГИКе, мэтр киноискусства пересекал не один десяток раз. В памяти режиссера то и дело всплывали яркие, приятные и казусные моменты. С присущей маэстро и искренностью он общался с собравшимися, живо отвечал на вопросы, делился творческими планами. В завершении официальной встречи стороны обменялись подарками и сувенирами, знак знакомства и дальнейшей дружбы. Когда город Брест объявили культурную столицу Республики Беларусь, меня очень часто спрашивали, какие будут мероприятия, сколько будет мероприятий. И я очень рад, что в процессе реализации этого проекта Брест-культурная столица инициатива людей, инициатива наших брещан позволяет проводить те мероприятия, те замечательные встречи, которые не входили ни в одни из планов. В частности, сегодняшняя встреча, она из этого количества, из этого числа. Появилось просто желание наших брещан привезти к нам в город этого замечательного кинорежиссера. Я очень рад, что он у нас в гостях в Бресте. Думаю, что Брест оставит у него самые теплые впечатления. А брещане будут очень рады от встречи с таким замечательным мэтром кинематографа. Увидеть своими глазами легенду кино Ежи Хоупмана желающих оказалось немало. Приезд гостя с мировым именем – событие нечастое. Поэтому вполне объяснимо, что в главном зале кинотеатра «Беларусь», где проходила творческая встреча, свободных мест не было. Перед выступлением главного героя добрые слова в адрес режиссера прозвучали от представителей мест на вертикали власти. А также сотрудников СМИ. Теплый прием пришелся по душе маэстро Ежи Хоупману. Своё приветствие он начал со слов благодарности. Хочу еще сказать спасибо, большое спасибо и хозяевам города, и сказать большое спасибо нашему консулу и его очаровательной супруге, здесь присутствующим всем тем, которые встретили меня здесь. Встреча с режиссером проходила в форме диалога. Все желающие могли задать интересующие их вопросы. Так поклонники творчества Ежи Хоупмана узнали о том, как начинался творческий путь маэстро, с какими сложностями пришлось столкнуться до общественного признания. Многих интересовала, как проходит подготовка к съемкам кинолент, и как осуществляется подбор актеров. Ответив на эти вопросы, автор легендарных фильмов подтвердил сказанное документальным видео, сделанным на съемочных площадках в разные годы. За кулиси творческого процесса впечатлила гостей встреча. Однако это не все сюрпризы, которые подготовил Ежи Хоупман Брещана. В подарок поклонникам режиссер привез обновленную версию фильма «Потоп», картины, которая в свое время была номинирована на известную кинопремию «Оскар». Я также ускорю этот фильм, чтобы он вернулся на экраны. И вернулся в прекрасно воссозданном цвете уже обработки, цифровой обработки. В творческом багаже легендарного режиссера документальные и исторические киноленты, экранизации романов и новелл. Фильмы, которые создал Ежи Хоупман, входят в копилку лучших картин современности. Встреча с такой легендарной личностью – подарок для зрителя, события, которые они наверняка запомнят надолго. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Буг-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте буктв.бай. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании буктв.бай. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 15 ноября погода в Беларуси обусловит циклон, перемещающийся с территории Швеции через страны Балтии на европейскую территорию России. Во многих районах Брещины в течение дня пройдут кратковременные дожди. Ночью местами сильный порывистый западный ветер. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 4-7 градусов со знаком «плюс». 16 ноября на территорию Беларуси будут поступать более прохладные воздушные массы с Балтийского моря. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3-5 градусов, до 7 прогреется воздух днем.